Руководитель вместе со своими сотрудниками ранее устанавливали окна и балконные двери жителям Керчи. Спустя некоторое время директор и его мастера-работники, чтобы подзаработать, решили повторно пройтись по уже знакомым адресам местных жителей и провести профилактические работы. Сотрудники компании и подозреваемые в начале февраля приехали по одному из адресов, который был у них в базе, и предложили провести регулировку ранее установленных окон. Подозреваемый, воспользовавшись случаем, пока работники были заняты, незаметно открыл комод хозяйки квартиры и похитил из кошелька пожилой Керчанки 30 тысяч рублей. Спустя месяц уже в другой квартире престарела местная жительница. Подозреваемый по той же схеме украл из шкафа около 50 тысяч рублей вместе с кошельком. Угры какие были? По тысяче, по пять тысяч? По тысяче. Все по тысяче? По тысяче. Я одна была пять тысяч. Он зашел и тут их вытащил. Потерпевшие обратились в полицию сразу же после ухода работников фирмы. Следователи связали эти кражи, поскольку пострадавшие пользовались услугами одной и той же компании. После встречи с сотрудниками полиции подозреваемый во всем сознался и написал явку с повинной. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до пяти лет. А в Ленинском районе у местного жителя сотрудники полиции изъяли 72 куста конопли. Побеги были высажены в теплице в перемешку с помидорами. Отделом дознания МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 231 УК РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ.